Так, груши вроде живые у свинина. Черезки резал дерево темное, но цветовая почка скрывается. Там, мне кажется, пронесет и будет у вас вырожай. Я имею в виду, что Михаил живет в Архангельской области. Так, Забелина. Олег Косинович, вы спрашиваете, загрублял ли я кочки? О, вот-вот, Оленька, жду ответ. Загрублял ли я кочки? Нет, слегка придавил, а я так и подумал. Слегка придавил, но следило, чтобы земля не пересыхало. Корни прекрасные, быстро росли. Назовем это полу засыпали, полу нет. Так, в стаканчиках они росли недолго, может неделю. Вот меня-то удивляет, как, я не могу понять. Сейчас не помню, как только корни заполнит стаканчик, сразу пересаживал в большой пакет. А как вы понимаете, он же разрезали пакет пластмассовый, ком сразу развалится. Саженство, я чуть, без года недели. Ну, ладно, кому надо, а вот Ольга Малицкая еще что-то пишет. Подождем. Вот. Ну, в принципе, понятно. Выдавливали. Я тоже так делал. Сейчас еще один фильм вышел, там, где я с детишками сажу. Переворшие костики выбрасывать стало. Жалко до слез. Выбрасывать. Посадили. Что-нибудь взойдет. Что-нибудь да взойдет. Так. Что-то Малицкое писало, писало. И тишина. В принципе, мы свое закончили. Мы перестарались даже где-то. Мы с вами пробыли вместе. 3 часа 23 минуты. Вот я очень благодарен за то, что вы со мной. Но, с другой стороны, знаете как? Это опыт бесценный. Вот она. Грязанка заберена. Вот она. Оленька милая. Ну. Это разве не опыт? Ну, да, вливала. Будем учиться. Ольге теперь не у меня. Все, друзья. Сейчас еще разгляну. Сейчас разгляну. Нет ли тут. А, Малицкая пишет. Ну, раз пишет. Подождем. Самый терпеливый у нас. Этот самый. Антон Валерьевич. Начинали мы 4 года назад сидеть по скайпу смотрим. На одном плече один ребенок, на другом другой. А то еще и на голову залезет. И за уши держится. Дом, Бодный, как ты это самое? Можешь еще работать при этом. Когда у тебя на одной голове двое детей вмещается. Вот. Вот он сидит и ждет, когда закончатся времена. Кстати, еще раз говорю. Можете сколько есть времена заказать? Еще. Я сейчас сюда вернусь. На секундочку. Так. На секундочку. Вот видите. Кое-что еще имеется. Заглядите на мой этот самый. Как он называется? Мой гостевой книгу. Вот. Кое-что еще имеется. Даже это. Вот. Гадаем, гадаем. Ну, нет. Лучше в мире по двое. Наверное, тысячи вырастили. Я теперь могу сказать точно. Лучше в мире по двое для слив и персика. Вот это вот есть. А она есть у меня. Еще костик 100-200 есть. Трифицированный. Сувенир Востока. Есть и до сих пор. А я еще не смог продать все костики. Это говорит о том, что какие прекрасные вырожаи надоет. Красно-желтая. Самая сладкая из всех этих. И мы не едим. Мы их жирем. Вишня Жуковская с генами черешни. Сибирская Стамова с генами черешни. Это же будущее наше. Представляете? Не замерзают, а сами плоды. Если даже не черешневая получится, а вишневая. Ну, они получаются как на юге. Мы их тоже горстями жирем. Если у меня растут. Тогда вообще и России должны расти. Уциристская груша. Ну, какой еще по двое вам надо? Чтобы никогда вот эти межвидовые, дурацкие мне этим не заниматься. Прививками. Орех манчжурский. Растет у меня так треугольником между двумя грушами. Он третья. Высота тревоги. Близко друг к другу. Вот это самое. Вот он мешает и не дает всем. Чувесаду гнетает. Что-то из-два. Рекорды урожая. Как будто специально рядом с ним у груш. Ну, в общем, вот это я сказал. И сейчас малинскую подождем. А вот она держится. Компрекрасно. Я также выращиваю. Перезимовали несколько абрикосов в пакетах и банках 5-литровых. Так. Сейчас Женька пишет. Купили в магазине комплексы импортные. Положил на статификацию. Женька Вадимовна. Положил. Досок. Висок зашло 50 штук. Теплица в пакетах уже сантиметров 30. Стоит оставить на прививку или попробовать, что получится. Так. Норащивайте. Только срочно из теплицы вынимайте. Срочно. И то могут уже погибнуть. Они уже поэтому. У них уже сроки не совпадают. На подоконниках нельзя. В теплицах уже легче, конечно. Но все-таки с пакетов вынимайте. Рассаживайте на постоянные места. На следующей весной становитесь на коленки. И прививайте уже укорененные. Ну все. Вроде бы закончили мы, друзья. Вот. Другое дело крупные сливы. Не надо их прививать. Вот. Пусть оставить. В общем, вот два варианта. Прививка или оставить. Оставляете так. При таком количестве обязательно будет 5-10 будет их супер слив. Остальные ничего страшного. Может потом на них приведете, если они окажутся мелкими. Все, друзья. Мы заканчиваем. Кажется, крепение кончается. Три с половиной часа. Благодарю вас за внимание. Нажимайте сюда, и вы увидите там более подробные условия, как заказать семена. Вот. И желаю вам удачи. Черенки еще продаю. В холодильнике даже не всходят. Яблонь и груши как спали, так и спят. Абрикосы тоже спят. Разве что чуть-чуть на некоторых появляется зеленый конус. Вот. Просто удивительно, что это все добро придется выкидать. Так. Спасибо за благодарность. До свидания, друзья. Спокойной ночи. До следующего понедельника. Самое интересное, как всегда, осталось потом. На потом. Я все не могу остановиться. Я сдаю экзамен этим темплязивцам. Вот. А они молчат. Стал я экзамен или нет? Вот. Могу ли я заниматься лекторской деятельностью? Имею я право книги печатать или не имею? Все. До свидания. Спокойной ночи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok